Всем привет, друзья мои! В Чехии это всегда важно. Сегодня мы познакомимся с самым глобальным макетом железных дорог во всей центральной Европе. Просто чтобы джентльмен понимал, площадь нашего сегодняшнего героя составляет почти 20 обычных хручевок, то есть квартира, в которой живет большинство сограждан. Почти 600 квадратных метров. И это только макет. А сколько там еще всяких ништяков припасено? Там это в Пражском музее Королевства Железных Дорог. О нем и будет ролик. Поэтому берите чисто чай, всякие вкусняшки. Мы начинаем. Тарам! Адрес улица Струпершницка, 23, Прага, 5 Смихов. Именно там располагается одно из самых удивительных мест столицы – музей игрушечных железных дорог. Крупнейший, как уже было сказано, в Центральной Европе. Также его называют Королевством, с чем мы полностью согласны. Вот и нужная точка. Само это здание – торговый центр Angel City, недалеко от станции одноименного метро. Заходом внутрь. Написано, что сегодня на макете движутся 60 поездов, 25 машин, 6 трамваев, метро и даже канатная дорога. На самом деле техники, конечно же, больше. Но часть авто и локомотивов на отдыхе. Впрочем, как и в реале. Гостей встречает вот такой прикольный макет. Чешская глубинка с железнодорожным уклоном. Да куча зима. Правда, на лайте, ибо климат в Чехии весьма дружелюбен к людям. А вот и поездок. Тепловоз прибивает на бок. Путь свободен. Можно с первого пути отправлять парик. Даже звуки прописаны. Хорошечно. Следующий макет уже ночной. Сразу хочется отметить весьма грамотное размещение ограждалок в музее. Вот. Некие прочные стекла, высотой примерно по грудь. Руками ты ничего не схватишь, но пилить видосики или фоткать вполне комфортно, поскольку камерку можно вытянуть хоть до середины макета. Есть еще приступочки вот такие. В общем, продуманная среда. Смена дня и ночи. Реализована на всех локациях. Для этого над ними подвешены плафоны с разными лампами, которые плавно загораются и гаснут в нужной последовательности. Эффект вы видите сами, друзья. Каждый макет можно рассматривать и рассматривать, открывая все больше закутков и мест, скрытых от поверхностного взгляда. Локомотивное депо. Красота-то какая. Депошка смешанная, паровозно-тепловозная. Найдите здесь тепловоз М62. Если нашли, пишите в комменте. Уже светает. Как говорил Sting, brand new day. А это поклонникам футбола. Чешская сборная. Суперчемпионы. Цените фичу. Рядом с депошкой есть парк для скейтеров. И они тут и катаются на своих досках. Или как они там. У них даже автобус свой имеется. Да уж. Ой-ой-ой. Вагон с рельсу сошел. Как так-то? Вот у нас в РТС такое невозможно. Потому что Ваймер диспетчером. Этот макет уже глобальней. Но далеко не самый крупный. Самый топ мы увидим чуть позже. Он занимает целый этаж на следующем уровне. Мост Мостович. Грузило поехало. А навстречу еще поезд. Глядите. По всем путям поезда. А здесь челики приехали на пикничок. Палатки и все такое. Офигеть. Даже имитация костра присутствует. Как тебе такое, Элон Маск? Заброшка? Аккурат рядом с кемпингом. Кто там? Дима Масленников что ли? Йотап Денегдо? Во. Крутая локация. Бетонарка. Вагоны, понимаешь, бетонные загружаются. А может не бетонные? Сама бетонарка. Детализация 80-го левела. А кругом чистота и порядок. Да что ж такой-то. Фермер не справился с управлением. Ай-яй-яй. Внимательнее надо быть. Какой-то городок. Походу Болдер-Сити. Пожарница. А мимо проезжает поезда. И смотрите. Город засыпает. Просыпается. Впрочем, не важно. Ночь наступает. Мы узнали, что моделисты используют фонарки разных цветов. Желтые, белые. А некоторые имеют имитацию неисправностей. Типа мигают. Друзья мои. До этого момента мы видели макеты лишь фрагментарно. А теперь спускаемся вниз. И общий вид. Тарам! Звук, пожалуйста. Давайте смотрим. Оттуда он начинается. Так, отсюда, сюда, сюда. Он, видимо, строится еще. Видите, вода будет у них. А вторая часть оттуда. Даже узкоколейка есть. Видите. Вот он туда-туда-туда идет. Продолжается. Вот он туда-туда. Это ли он АЗС, походу. Там где поток уже трава изросла. Интересно, у нас созданы. И там кругом станции, города, пристани. И вот штокрова имеется приступочка, по которой можно идти. О, смотри, смотри. Красивая. Муха едет. Вон там уже приблизится. Там вот, смотрите, город и электровозы. А здесь кемпинги. Здесь, ребята, отдыхают. Понимаете, Барусь, который отрезал. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Походу, сейчас ночь наступит, парни. А ночь всегда страховала. Вот, видите, сверху лампочки. И с помощью этих лампочек делается разный ремень сверху. Ну да, наступает ночь. Передня какая-то тридцать. Мусор, смотри. Здесь вертолетная площадка. И тут видишь трактор. А здесь Jurassic Park. Ни хрена себе. Смотрите, пацаны. Тиранозавр усрался. И вон там observation. Обсерваторию можно обладать. Смотрите. И вон там сзади, вот, посмотрите, сколько всего, да. И вон там сзади, вот, посмотрите, сколько всего, да. Порше. Порше. Это салон Порше, чуваки, видите. Машины Порше продают. А как джентльмен находит такую штуку? На одном из двух помощников установлена такая штука. Ну, типа видеокамера, видите. И ты можешь отсюда смотреть. Ну, мы же пропускаем какую-то штуку. Сейчас он только участок освободит. Мы займем поедем. Дукойно, да? Знаете ли вы, сколько всего жителей присутствует на этом макете? Тридцать тысяч различных фигуров. И вот они собрались на концерт. Группа The Kings. Правильно. Арчи одобряет. Удивительно. Даже реализовано трамвайное депо. Луфи доволен. Как говорится, трамвай рулит. Александр Скотцев, тебе тоже нравятся такие штуки. Смотрите. В наличии идеи товарища Джонни Свифта. Человек-гора. Ребята, вы только посмотрите. Сейчас наша каморка одновременно снимает пять движущихся поездов. Причем грузило. О тридцати девяти вагонах, как мы посчитали. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Вау-вау. Татра. Трамвай. А мы про них совсем забыли. Кстати, трамвай в этом музее имеется самый настоящий. То есть в натуральную величину. Но об этом немного позже. Давайте пока завершим скромный ролик. В следующей части поделимся на трамвай и автобус, также настоящий и в этом самом королевстве. Напомним еще, что серия, которую вы только что посмотрели, третья из нашего чешского цикла. Ссылку на предыдущие две можно найти в описании. Нам ужасно интересно, что из увиденного вам понравилось больше всего. И еще, какой макет круче, Гранд в Питере или Королевство здесь, в Праге? Прочтем все ваши комменты. Оценивайте ролик лайком или дизом. Не забудьте подписаться на канал. Всегда рады хорошим людям на наших стримах. Про поезда и не только. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.